Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Это заявление Владимир Путин сделал 24 февраля после своего приказа о начале войны с Украиной, говоря о применении ядерного оружия. А уже 27 февраля, на четвертый день войны, российский президент перешел от завуалированных угроз вполне конкретным. Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Этим президент России, в первую очередь для Запада, озвучил жесткие условия, на которых он будет вести войну против Украины. Путин понимает, что при вмешательстве НАТО он не сможет реализовать свои планы. Сейчас наибольшие опасения относительно возможного вторжения российской армии проявляют страны Прибалтики, и у них есть для этого все основания. Пользуясь тем, что на территории прибалтийских государств проживает много русскоязычного населения, 37,2% в Латвии и 29,6% в Эстонии, Россия устраивает митинги и протесты под предлогом притеснения русского языка и предоставления ему статуса второго государственного. Под угрозой находится и Литва. Территория этой страны нужна Путину для того, чтобы проложить сухопутный коридор к Ленинградской области, которая сейчас изолирована от остальной России. В российских СМИ также активно обсуждается вопрос создания так называемой Латгальской народной республики на базе региона, в котором наблюдается большая концентрация русскоговорящего населения. Это та же схема подготовки к аннексии территории, которая была успешно опробована Путиным в Украине. Поэтому следующим объектом военной агрессии может стать именно Латвия. Прямые угрозы от Министерства иностранных дел Российской Федерации также поступили в Финляндии и Швеции. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы все прекрасно понимаете, военным блоком, имел бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали отредных шагов нашей страны. На данный момент страны НАТО пока не делают ответных шагов, но экс-президент Литвы, Даля Грибаускайте, считает, что их вмешательство необходимо. Санкции, какие они бы не были, их недостаточно, и остановить Путина можно только на поле битвы. При молчливом согласии Запада Путин может выдвинуть очередные условия. И есть большая вероятность, что мировое сообщество найдет для себя оправдание, почему не нужно давать отпор России в виде мнимой экономической стабильности или нежелания начинать Третью мировую войну. Сейчас не покидает ощущение, что постепенно, шаг за шагом, Путин идет к осуществлению своего плана, поскольку условия военного невмешательства, которые он выдвинул перед нападением на Украину, соблюдаются как Евросоюзом, так и НАТО. Пока Путин будет ставить условия и рассказывать, кому и куда не стоит вмешиваться, а Евросоюз и НАТО будут соблюдать все сказанное Путиным, конфликт будет обостряться. Но рано или поздно НАТО все же придется вмешаться, закрыв Украине небо. И лучше сделать это как можно раньше – остановить Путина на ранних этапах его замысла. Иначе мировое сообщество станет соучастником убийств тысяч мирных граждан. Субтитры создавал DimaTorzok